В старые времена японский воин должен был не только отлично владеть мечом, но быть мастером каллиграфии, уметь писать стихи и, главное, обладать даром созерцания течения жизни. Отсюда и такой ажиотаж вокруг цветущей сакуры с ее облетающими лепестками, поскольку это символизировало бренность жизни и то, что цепляться за нее нет причин. А расставаться с нею надо так же легко, как и этот лепесток, парящий в воздухе. Казалось бы, странное занятие для воина, но оттуда он черпал стойкость и бесстрашие. Нечто подобное, но со своей мотивацией был у одного из основоположников импрессионизма, живописца Клода Мане. Он также созерцал игру света на поверхности пруда с кувшинками и, похоже, в этой игре нашел что-то такое, что открывается немногим и что словами передать невозможно. Поэтому он пытался это сказать своей кистью и красками. Судя по стоимости его картин, это что-то ему таки удалось описать, пусть и не в полной мере, поскольку сам он считал, что не удалось передать все, что нужно. Возможно, потому он возвращался и возвращался примерно к одному и тому же сюжету до самой своей смерти. Так вот, самурай это что-то находил в падающих лепестках сакуры. Мане в игре света на поверхности пруда. Кто-то еще в чем-то. И это значит, что при желании каждый может найти что-то свое или это всегда вокруг нас. Просто мы его видим или не видим в чем-то конкретном. Мы попытались сделать подобные эксперименты, убедились в том, что течение жизни действительно можно увидеть в чем-то, казалось бы, совсем для этого не предназначенным. В данном случае мы имеем в виду Газпром. И даже не так его самого, как изменения, которые происходят с его глубинной сутью. Наблюдая за этим процессом, невольно тянет на цитаты, пришедшие к нам сквозь тысячелетия. О, как скоро проходит мирская слава! Причем внимательно наблюдать за Газпромом мы начали еще задолго до 2014 года и прекрасно помним те времена, когда растущие цены на газ начали раздувать величие как его руководства, так и фактически ее хозяина. Мы помним, как Миллер публично говорил в эфире. Завтра мы будем продавать газ за тысячу долларов и вы никуда не денетесь. Будете покупать и еще и стоять в очереди. Это не дословно, но сказано было примерно так. Тогда вся РФ действовала в такой парадигме, а тем более Газпром. Босяцкая манера подачи своего величия, берущая начало в питерских подворотнях, откуда есть пошли Путин и Миллер, была лишь слегка обличена в форму приличия. А не будь ее сказано было бы следующее. Да, мы офигели. И что вы с этим сделаете? Но потом ситуация стала стремительно меняться и с ценами, и с конъюнктурой, и главное со статусом самой компании. Еще совсем недавно слово «Газпром» обладало какой-то внутренней силой и даже магией. Но постепенно этот внутренний заряд стал ослабевать, хоть вчерашние султаны и фараоны от Газпрома все еще никак не могли скорректировать свою риторику. Общая ситуация в мире стала меняться, включая политическую обстановку. Появилась насыщенность рынка и другие факторы, прямо влияющие на то, что происходит с рынком сегодня, и, безусловно, на то, каким этот рынок будет завтра и в более далекой перспективе. Такие явления заставляют задуматься о своем месте в этом мире и о том, что жизнь не стоит на месте, а постоянно движется, и все, что вовлечено в это движение, имеет свое начало и свой конец, а вечного нет ничего. По крайней мере, из того, что можно ощутить органами чувств. Тем не менее, в Газпроме исходили из того, что компания столкнулась с неприятностями временного характера, и что на них просто не нужно обращать внимания. Это важно хотя бы потому, что если ты сам утратишь бодрость духа и веселую придурковатость, то твои партнеры очень быстро это почувствуют и шарахнутся от тебя, как от прокаженного. То есть, надо делать вид, что все хорошо, и что ты, безусловно, веришь в шикарные перспективы, даже если предпосылок к этому вроде бы и нет. Зато партнеры, глядя на твои широкие шаги и жесты, будут полагать, что это они чего-то не видят, а ты видишь и заражаешь их своим оптимизмом. А уж по части показухи, Московия всегда была впереди планеты всей. Так оно и шло своим чередом. Главным признаком оптимизма и веры в радужное будущее для Газпрома было участие в дорогостоящих и масштабных проектах, которые компания почти все называла потоками. Северный поток, Первый и Второй, Турецкий поток, Голубой поток, Балканский поток. В общем, одно только перечисление этих названий и понимание того, что за каждыми из них стоят миллиарды, если не десятки миллиардов долларов, внушали оптимизм и делали свое дело. Тем не менее, делать вид – одно дело, а реальность – совсем другое. И постепенные изменения зашли настолько далеко, что затронули и те самые газопроводы. Главное, газа стало больше. Существенно больше. И что самое обидное, газа оказалось много прямо под носом. В Черном море, где Турция только что разведала месторождений почти на полтриллиона кубометров, что делает сибирский газ на южном направлении практически невостребованным. Но и на северном фланге все тоже пошло наперекосяк. Длительная эпопея с Северным потоком-2 зашла в ситуацию клинча, и если год, а тем более два года назад из Москвы неслись уверенные реляции о том, что газопровод будет безусловно достроен, и что все, кто ставит это под сомнение, слабаки, то теперь ситуация стала меняться. От былого опломба остаются всего лишь небольшие кусочки, напоминающие о шальном прошлом. И риторика изменилась почти на 180 градусов. От «А что вы нам сделаете?» до «Не виноватая я, он сам пришел». Постепенно стихли утверждения в плане «Нам плевать на ваши санкции» или «Мы достроим трубу во что бы то ни стало». И риторика перешла в другое русло. Из Москвы стала звучать уверенность в том, что Германия таки отстоит трубу и не даст ее на растерзание. А теперь уже российская пресса пишет вот что. «Газпром не исключает, что политические риски могут грозить приостановкой или отменой таких международных проектов, как «Северный поток-2» и, как следствие, стать причиной для исков от подрядчиков «Газпрома» о взыскании ущерба». Не правда ли это уже совсем отличается от грубого «В очередь, твари» или «Никуда не денетесь, приползете зимой за газом». Уже и тональность не та, и громкости былой тоже нет. Из «Газпрома» уже пишут примерно так. «При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток-2», мы столкнулись и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменениями политической обстановки в различных регионах, где реализуются эти проекты, обострением отношений между странами и изменением позиции наших партнеров и регулирующих органов по различным аспектам реализуемых проектов. В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что проект станет невозможно или непрактично реализовать, что может привести к его приостановке или отмене. Следовательно, к нам могут быть предъявлены иски о взыскании ущерба, понесенного нашими подрядчиками». И как тут не вспомнить, что Украина стала первой, о кого «Газпром» обломал зубы и вынужден был выплатить огромную компенсацию, хотя изначально в Москве дружно смеялись от этой возможности, и вот теперь там пишут такое. «Газпром не исключает, что компании в этом случае придется выплатить существенную сумму компенсации партнерам по международным проектам и заложить значительные резервы под обесценивание инвестиций в такие проекты». Вот так вот. Жизнь течет, и все меняется, и потому кто-то смотрит на лепестки сакуры, кто-то на блики солнца в пруду подживерни, а мы предлагаем смотреть на «Газпром». Тут скоро будет много интересного. «Газпром» Субтитры подогнал «Симон»